От российских авиаударов продолжают страдать приграничные районы Сумской, Харьковской и Черниговской областей. Противник сбросил по населенным пунктам 16 кабов. На линии фронта, в частности, активные бои ведутся на Купинском направлении, неподалеку Синьковке, Новоосинового, Куреловке, Новоселовке и Стельмаховке. Увеличилось количество атак на Лиманском направлении. Российские оккупанты штурмовали позиции украинских военных вблизи Грековки, Невского, Новосадового и в Серебрянском лесу. Активность армии РФ пока сохраняется на Покровском направлении, в частности, в районах Лысовки и Селидова. Продолжаются бои и на Кураховском направлении, вблизи Цухурина, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки. Враг пытается улучшить свое положение, и особенно возле Волчанска. После поражения и спецоперации Главного управления разведки по освобождению африатного завода, там, соответственно, есть большие проблемы, потери. Враг там не могут наступать, но пытаются возобновить позиции. Сейчас задача, чтобы именно ряд токийских ударов нанести и возле Волчанска, и во флангах, и дальше продвигаться в углу Харьковского области. Но тут уже и в них не получается. У нас отработана модель защиты. Мы сами проводим контрудары и фланги удары. Тем временем в Угледаре идут бои в черте города. Председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что в населенном пункте находится еще 107 жителей. Они демонстрируют, что на отдельных населенных, в этом населенном пункте, отдельных точках уже вывеселят российские флаги. Но это демонстрация, как бы то, что они зашли. Город под контролем украинских вооруженных сил. Тяжелые идут бои. Полукружение, если мы прямо так признаем. Но есть еще схема коммуникации, доставка бэк-красов, но под большим обстрелом. Это очень сложно вести. Но занимая господствующие позиции, мы держим эти позиции. Сейчас будут сценарии, или будем отводить, или все-таки будут проведены упреждающие контрудары по флангам противника. И мы можем превратить, вот здесь такая очень нестандартная модель. Это их перевес превратить в поражение. Но для этого необходима концентрация особенно огневых средств, но и дополнительных оперативных средств, которые ударят с флангами, с телами. С учетом и боевых частей, очень мобильных, например, в силу специальных операций, это перспектива за вторым сценарием. Я думаю, что они разрабатываются командой сейчас и один, и второй. И, конечно, в ближайшие сутки-два будем уже иметь конкретные результаты в отношении этого населенного пункта. Минус 19 единиц бронетехники и несколько десятков захватчиков. Десантники отбили массированную российскую атаку на Кураховском направлении фронта. В районе села Константиновка Донецкой области армия РФ бросила на штурм 11 боевых бронированных машин с пехотой при поддержке 8 танков. Но колонны противника натолкнулись на мощное сопротивление украинских защитников. Они уничтожили 4 танка, захватчиков и 2 бронемашины с российскими оккупантами. Уцелевшая техника начала двигаться назад, но ее догнали украинские дроны. 1370 российских солдат ликвидировали силы обороны Украины за минувшие сутки. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потери российской армии превысили 654 тысячи. Об этом сообщает генеральный штаб ВСУ. Также украинские военные уничтожили за сутки 9 российских танков, 44 боевые бронированные машины, 33 артиллерийские системы. Кроме того, силы обороны Украины сбили 98 БПЛА и 3 ракеты, а также поразили 74 единицы автомобильной, спецтехники и цистерн с топливом.